Я внутри, две машины, которые будут через день, уже аукцион. Меня интересует вот этот вот Forerunner, 15-й год, нам надо идти. SF-06. Блин, куда-то туда далеко. Ладно, пошли. Но прежде чем я пойду так далеко, я еще хочу посмотреть такой Мерседес, он походу стоит ближе. На A16, где-то здесь, то есть с самого края должен стоять. Где же ты, друг, спрятался от меня? Еще найду, по-любому найду. В тот момент, когда понимаешь, что, скорее всего, поиск машины перевернется в обзор, что стоит на парковке. Хотя у меня уже есть видео, которое до сих пор ждет лайки, чтобы я мог вам его опубликовать. Но, видите, никто не хочет лайкать, значит, смотрите, что есть. Красивая, блин, да? Даже не буду смотреть, сколько стоит. Сейл. Блин, посмотрю. Посмотрю, посмотрю. Из повреждений тут вот сзади все повреждено. Пока что ставка на нее 9200, а рыночная цена такой машины 70 тысяч. Не надо мне такой автомобиль. Я не заработал. Я мало туалетов починил, чтобы себе такую покупать. Я только что сходил обратно, потому что я не могу найти этот Мерседес здесь нигде. Пришел внутрь, дал им номер машины и сказал, знаешь что, а мы не знаем, где она стоит. Она где-то там. Ищи. Но они взяли это на заметку и сказали, мы сейчас позвоним человеку, который определяет, где машина стоит, и он должен исправить эту ошибку. Надеюсь, что до конца моих походов он это сделает. Если нет, будем смотреть что-нибудь другое. А пока тогда смотрим Forerunner. Как хорошо, что я не мыл обувь. Сейчас вообще она мне пригодилась. Ух, чуть не подскользнулся. Опять от протектора не будет и следа. SF-06. Это прям вообще туда, в конец. Ну не то, что в конец, но в середину точно. Я, знаете, иду так погранично. Вот все, что вот SC, SB, там и пошло, туда можно заходить. А вот вправо, все, что с одной буквой, заходить нельзя. Интересно так. Тут, как правило, лоты только готовятся. Либо лоты, которые смотреть нельзя. А здесь все, что можно смотреть. И часть из этого уже продано. Часть из этого еще будет только продано через месяц, там полтора-два. А половина уже вот готовится. Вот прям на днях будет. Forerunner SF, смотрите. SF. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Моя машина. Ну, я так громко сказал, моя машина. Так, что у нас с тобой, дружище? Стрельнутые подушки. Капотик не очень. Бампер вмят. Ну, если он заводится. Так, мне вот это вот переживал, что будет с этим. Это у нас крыло. В принципе, заменить можно, я думаю. Блин, сейчас с такими ногами так машину тут. Ох ты, ежики-пожики. А, так тут не тот капот, тут еще и дверь замята, да? Ладно, аккуратно открываем, сколько можем. Все стрельнуто. Ключи есть, ключи есть. Пробуем завести. Заводится, работает. Стрельнули подушки. Работает вроде хорошо. Можно выключать, зачем тратить. Смайлик, блин. Все остальное по машине просто прекрасно, красиво и аккуратно. Вопрос, как оно будет стоить, конечно, в итоговой цене. С этой стороны. Но это крыло... Упс. Ну ладно, это надо с этой стороны теперь выжимать. Вот это я козлина. Ай-яй. В общем, фара раз, фара два, бампер, капот, два крыла. Надо считать, потому что, в принципе, это несерьезное повреждение, я считаю. На самом деле, у меня в списке было всего две машины, которые нужно было посмотреть, потому что я не успел насмотреть больше. Поэтому, воспользовавшись случаем, что я нашел тот автомобиль, в котором мне комфортно и тепло, я посижу полчаса поищу еще, что я хотел бы. Самое главное, чтобы в это время меня не забрали вместе с машиной. Уезжай. Так, ну выбора что-то немного, но где-то здесь, говорят, SF04, вот эта машина, SF06 считается. А где-то SF04 должен стоять трак, который меня тоже интересует. Toyota Tacoma. Как наши рабочие, только посвежее. Наверное, дальше где-то. Интересно, как они их расставляют с этими цифрами. Когда SF06 стоит здесь, а SF04 даже близко ее нет. Западло какое-то. Ладно, пошел я искать. У меня еще 2-3 машины на примете и, наверное, все. На сегодня я ходить здесь не буду больше. Потом еще как-нибудь съезжу, если денег накоплю. Смотрите, я походу нашел его, вон он выпирает немножко. Представьте, где стоит SF06 и где стоит SF04. Вообще совсем не рядом. Вот этот трак должен быть, в принципе, цел. Надеюсь, цел. Ой, что это? Машинка течет. У меня такая же была беда все время. Перед этой машиной в хорошем состоянии должен был быть. Написано, что проблема вот в Америке называется bed, кровать. Ну, в общем, с кузовом вот этим вот, что его нужно закрепить. Мы видим, что тут лежит запчасть. Ух ты, какая тяжелая, даже не могу понять. Запчасть-бампер, которая крепится снизу. Что у нас тут надо закрепить? А, видите, вот тут рама ее выгнала. Ее надо выгнать обратно и закрепить кузов. И тогда, в принципе, машина должна быть целая. Ее кто-то под низ, наверное, ударил. Вот, а так все остальное должно быть целое. Должно быть. Да, перед целый, все хорошо, красиво, аккуратно. Сейчас присядем. Ешки. Так, я не понял, а что это у нас тут? Где подушка безопасности? Слушайте, такое ощущение, что какие-то кошелоты пришли и стырили это. Ну, что, она заводится, машина вообще, или нет? Ха, интересно. Ну, кстати, я быстро посмотрю на фотографии. Что у нас тут? Да нет. Подушка безопасности, типа, должна была бы быть. Давайте увеличим. Она, конечно, как вариант, была стрельнувшая. Но все равно, блин. Окей, хорошо. Не проверить, машина заводится или нет. Смотрите, у человека был GoPro. Что это, прям по заводу GoPro такой? Ничего себе. То есть, я могу взять камеру и прицепить ее сюда, и она будет снимать. Вот это прикольно. Так, ладно, я про этот автомобиль запомню. Спрошу, что там, как там. Сделаю пару фотографий. Может, мне кто еще посоветует, возможно, это сделать или нет. Выпрямить, не выпрямить. А так-то, что тут, все остальное-то целое. Теперь я иду смотреть вот эту BMW, которая сейчас продается за 3 тысячи. Шестнадцатый год. Рыночная цена 21. Стоит на SM02. SM-то надо ехать, куда нам ехать надо? Влево. Пошел я. Когда слишком часто ходишь на аукционы, то некоторые машины становятся как родные, потому что ты их уже видишь не в первый раз. Я уже по пути таких штук пять встретил. Тем временем я иду смотреть BMW, хотя в свое время я принялся такое решение, что, блин, я немцев, баварцев покупать не буду, потому что это в Америке дорого. Но как только начинаешь искать, вот они только и притягивают. Не знаю почему. Потому что я оттуда, что ли? Я вроде как нашел эту BMW. Вот она стоит. Но я говорил в вчерашнем видео, что привык мне вроде тоже нравится. Сейчас я посмотрю на вот этого вот зверя. Ну, зверя. Зверь, потому что он ревет на больших оборотах. Когда ты начинаешь ему давать под сраку, он становится зверем. Вот тут все стрельнуто, все подушки. У меня такой был, только в предыдущей морде. У меня, можно сказать, такая ностальгия. Не заводишься, сразу, да? Да нет, Даша в такую машину не сядет. В такую машину куплю, Даша скажет, кто ты за коры, так купил. А вот BMW сядет. Ладно, что у нас тут? Смотрим. Крыло, бампер, капот, да? Да. Это, я думаю, что равняется, как-нибудь вытягивается, колесо меняется. Даже диск стреляет, вот это вот огонь. Надеюсь, капот я смогу открыть. Так, закрывали от дождя. Назад вернуть будет, потому что мы же нормальные люди. Я добрался. Ничего не стрельнуто, что дешевит ремонт. Машина заводится. Блин, так буду аккуратно, чтобы не засрать ее. Заводится. Очень хорошо. Машина, 16-й год. Говорит, что это проблема у нас с колесом. Так, у нас что-то с подушкой безопасности. Ну, я думаю, ничего серьезного. Это все решаемо. Окей. Все прекрасно. Только у нас проблема с левым передом, да? Машина работает. Даже газонем, да? Сказывает колесо. Говорит, ребята, проверьте, что там. Ошибку по двигателю. У машины 33 тысячи майлов. Так, все, глушим. Или пускай поработает. А я попробую открыть капот. Открывается тоже хорошо. Открывается, и его еще надо открыть дополнительно. О, открыл. О, тут амортизаторы, даже не надо подставку вставить. Все хорошо, чисто, красиво. Что у нас здесь? Здесь по-любому нужен бампер. Новое крыло. Так. И элементы подвески у нас того. Хана им, короче. На машине самостоятельно не уедешь. Что печально, в принципе, с одной стороны. А с другой стороны все возможно. Как-нибудь. Ну, нет. По-любому на ней не уедешь. Вот оттуда у нас выпала рулевая. Слушайте, ну не серьезные повреждения. Я не знаю, за сколько она уйдет. Попробую, конечно, сделать на нее вставочку. Только сегодня обязательно я проверю все, чего она будет мне стоить. Капот, крыло, бампер, фара. Что-то из этого может... Ну, я хотел сказать, что он что-то может лежать в машине. Но что тут может... Что еще может быть лежать в машине, если все разбито уже. Машина работает. А, видите, все-таки может что-то лежать в машине. Лежит часть у нас бампер, но это пофиг на самом деле. Блин, мне так хочется эту BMW. Вы бы знали. Я ее очень хочу. Блин. У меня никогда не было BMW. Вот будет круто, если все куплю. Так, давайте еще раз аккуратнее посмотрим на подвеску. Так. Что может понадобиться? Все элементы подвески могут понадобиться. То есть, это у нас рычаг. Рулевое. Как-то в целом, впрочем, оно не сильно страшно. Я даже знаю место, где их чинят. Если я уже что-то не смогу, то они смогут. Самое главное, что у нее ничего не стремится. Блин, вот эта офигенная тачка. Что у нас с ней? Сейчас ее за 3000, ее цена 21. И она, говорят, едет, да? Я же русский, да? Должен проверить. А вдруг не едет? Ну, я так. Давайте попробую передачу включить. И чуть-чуть ее тронуть. Чуть-чуть буквально. Как машину включают передачу? Паркинг. Надо нажать. И драйв, да? Так, она садит в паркинг, потому что она не может ее двинуть, да? Но трансмиссия срабатывает, это уже хорошо. Назад. Так, что у нас там? Сзади есть машина? Есть, чуть-чуть. Угу. Ладно, все, паркуемся. Больше никого было осталось с этой машиной. Блин, вот она крутая. Ну, что, мне рискнуть с этой машиной или нет? Посмотрим, акцион у нее завтра. Главное, его не пропустить. Как нормальный человек, сейчас надо закрыть машину. И все это прикрепить обратно. Упаковано. Ну, я сомневаюсь, конечно, что я осилию покупку такого автомобиля. Но завтра посмотрим. Акцион у нее завтра, да? Да, завтра в 12 часов. Красивая. Очень. Красивая. Красивая.